Привет друзья! Предлагаю вашему вниманию обзор на американский фильм под названием Самаритянин. Но прежде чем мы продолжим, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, будет много интересного. Итак, действие разворачивается спустя 20 лет после эпической битвы, в которой супергерой уничтожил суперзлодея. Правда, после схватки герой пропадает без вести. Через два десятилетия парнишка с окраина знакомится со стариком, живущим в доме, напротив. Вскоре мальчик осознает, что пожилой мужчина – тот самый пропавший супергерой, а причина его исчезновения оказывается поистине шокирующей. Биография актеров – Сильвестр Сталлоне, атлетически сложенный темноволосый американский актер, сценарист, режиссер, продюсер. Поклонники кино по всему миру стекались, чтобы посмотреть фильмы Сталлоне уже более 40 лет, что сделало Китрова одним из крупнейших кассовых сборов Волливуда. Сильвестр Сталлоне родился 6 июля 1946 года в суровой адской кухне Нью-Йорка в семье астролога Джеки Сталлоне, урожденная Лаба Фиш, косметолога и парикмахера Фрэнка Сталлоне. Его отец был итальянским иммигрантом, а наследство его матери наполовину французская, из Британии – наполовину немка. Молодой Сталлоне учился в американском колледже Швейцарии и университете Майами, получив в итоге степень бакалавра искусств. Степень. Первоначально он боролся за небольшие роли в таких фильмах, как «Мягкий итальянский жеребец» в 1970, «Триллер-клуб» в 1971 и «Комедия Бананы» в 1971. Он сделал решающий перерыв в карьере вместе с другим молодым актером Генри Винклером, разделив счет за главную роль в хорошо написанном фильме о подростковых бандах «Повелители Флэбуша» в 1974. Затем последовали и другие роли в кино и на телевидении, большинство из которых было в скучных постановках, за исключением возможности сыграть кровожадного гонщика по имени пулеметчик Джо Ветербо в «Смертельной гонке 2000», продюсированный Роджером Корманом в 1975. Тем не менее, Сталлоне также хотел, чтобы его признали сценаристом, а не просто актером. Их вдохновленный битвой Мухаммеда Али и Чака Вепнера в 1975 году в Кливленде, Сталлоне написал сценарий фильма о никчемном бойце, получившем миллион к одной возможности. Бросить вызов титулу в супертяжелом весе. Рокки в 1976 стал легендой кинематографа, он был отмечен десятью номинациями на премию «Оскар», выиграл премию за лучший фильм в 1976 году и положил начало одному из самых финансово успешных сериалов в истории. Хотя Сталлоне полностью заслужен, его должным образом поддержала потрясающая игра со стороны других актеров Талей Шайр, Бёрджес Мередит и Берта Янга, а режиссер Джон Гэ, а Вильсен придал фильму эмоциональную, земную привлекательность от начала до конца. Сталлоне действительно выполнил свои условия, и предложения хлынули из различных студий, стремящихся заполучить самую горячую новую звезду Голливуда. Сталлоне последовал за Рокки, 1976, с F.I.S.D., 1978, основанный на жизни босса водителей грузовиков Джимми Хоффа и Райская аллея, 1978, перед тем, как снова натянуть боксерские перчатки, чтобы воскресить Рокки Бальбоа в продолжении Рокки Ай-Яй, 1978. Второй выход итальянского жеребца не был таким мощным и успешным, как первый Рокки, однако он все же произвел сильные кассовые сборы. Последующие фильмы «Ночные ястребы» 1981 и «Победа» 1981 не смогли зажечь публику, поэтому Сталлоне снова заманили обратно на знакомую территорию с Рокки Ай-Яй-Яй, 1982, и грозным противником в клубе Руэнк, которого играл мускулистый бывший телохранитель Г.Т. Третий выпуск Рокки намного превзошел первый сиквел по кассовым сборам, но Сталлоне отказался от своего боксера на пару лет, поскольку вот-вот начнется еще один сериал для занятого актера. Персонаж «Зеленого берета» Джон Рэмбо был создан канадским писателем Дэвидом Мореллом, и его роман был адаптирован для экрана со Сталлоне в главной роли в Рэмбо «Первая кровь» 1982, также в главных ролях Ричард Кренне и Брайан Денихи. Фильм стал неожиданным хитом, поляризовавшим аудиторию из-за его комментариев о войне во Вьетнаме, которые все еще были относительно свежи в сознании американской публики. Помимо политических взглядов, фильм стал мировым хитом, и вскоре последовал сиквел «Рэмбо. Первая кровь. Часть Ай-Яй-1985», который вызвал еще более сильную критику со стороны нескольких сторон из-за сюжетной линии фильма об американских МВД, предположительно проводимых во Вьетнаме. Но они говорят, что плохой огласки не бывает, а второе приключение Джона Рэмбо принесло Сталлоне большую прибыль и сделало его одним из лучших мужчин звезд 80-х годов. На волне невероятной популярности Сталлоне призвал старого спарринг-партнера Рокки Бальбо обернуться на ринг, чтобы защитить американскую гордость от советской угрозы в виде высокого русского боксера по имени Иван Драга, которого играет Дольф Лундгрен в Рокке И.В. 1985. Четвертый выход вызвал споры у фанатов Рокки, поскольку уровень насилия казался чрезмерным по сравнению с предыдущими фильмами Рокки, особенно с жестоким избиением Аполлона Крида, которого играет Карл Уэзерс, в руках неудержимого сибирского экспресса. Сталлоне продолжил работу над серией фильмов с персонажами Мачо, которые встретили неоднозначный прием у его поклонников. Кобра 1986. Был неуклюжим, Овер Зе Топ 1987. Был столь же посредственным. Рэмбо Ай-яй-яй 1988. Видел, как Рэмбо сражался с русскими в Афганистане. А фильм о приятеле полицейском «Танго и Деньги» 1989 просто не попал в точку. Ходя в нем действительно присутствовал первоклассный состав, и между Сталлоне и его партнером по фильму Куртом Расселлом была химия. Любимый мифический боксер Филадельфии вышел из тени для своего пятого выхода на экран в Рокке Ви 1990, сражаясь с Томми Машиной Ганном, которого играет реальный супертяжелый фантаст Томми Моррисон, внучатый племянник легенды кино Джона Уэйна. Слай быстро последовал за ним с теплой комедией «Оскар» 1991, до боли не смешной исток. Или «Моя мама будет стрелять» 1992, футуристический боевик «Человек-подрывник» 1993 и созданный по мотивам конексов «Судья Дредд» 1995. Интересно, что Сталлоне затем отошел от фанатичных стальных персонажей, которых он изображал, чтобы набрать несколько лишних килограммов и взяться за более сложную роль в интригующей стране полицейских 1997, также с Робертом Де Ниро и Реем Лиотой в главных ролях. Это не классика жанра, но Пол Плэнд 1997, безусловно, удивил многих критиков заниженной игрой Сталлоне. Затем Сталлоне одолжил свои вокальные данные в анимационном приключенческом романе о НТЦ 1998. Повторил роль, ставшую знаменитой благодаря Майклу Кейну в ужасном ремейке «Привести Картера» 2000. Снова сел в гоночную машину для драйвера 2001 и стал гостем. Снялся в роли изготовителя игрушек в третьей главе чрезвычайно популярного сериала «Дети шпионов». «Дети шпионов 3D» «Игра окончена» 2003. Показав, что возраст не утомил его два самых популярных сериала, Сталлоне совсем недавно вернул непреклонного боксера Рокки Бальбоа, чтобы сыграть главную роль. Но, а что еще, кроме Рокки Бальбоа 2006 или «Тирана Вьетнама Рэмбо» 2008? После 20-летнего перерыва снова исправить заблуждение в джунглях Таиланда. Любите его или ненавидите? Сильвестр Сталлоне построил завидную и уважаемую карьеру в Голливуде, плюс он значительно повлиял на современную популярную культуру благодаря нескольким из своих культовых персонажей. Краткая биография IMDb автор firehouse44hotmile.com. Необходимо узнать, как правильно использовать точку с запятой. Супруга. Три Дженнифер Флавин. 17 мая 1997. Настоящее время. Три детей. Бриджит Нильсон. 15 декабря 1985 года. 13 июля 1987 года. В разводе. Саша Сталлоне. 28 декабря 1974 года. 14 февраля 1985 года. В разводе. Два детей. Торговая марка. 4. Глубокий звонкий голос и бормотание. Очень мускулистое телосложение. Роли в роли Джона Рэмбо и Рокки Бальбоа. Тривой роль. Интересные факты. 147 в свободное время рисует маслом и считает Леонардо де Винчи своим личным героем. 27 июня 1998 года. Его вторая дочь. Сикстин Роуз Сталлоне. Родилась от третьей жены Дженнифер Флавин. Занял 92 место в списке журнала Empire. Великобритания. 100 лучших кинозвезд всех времен. Октябрь 1997 год. Дочь Софии Роуз Сталлоне. 2.1.2. От жены Дженнифер Флавин. Проходит операцию на открытом сердце в медицинском центре Акла. Процедура прошла хорошо. Ноябрь 199-627 августа 1996 года. У него родилась первая дочь София Роуз Сталлоне с невестой Дженнифер Флавин. Был совладельцем сети ресторанов Planet Hollywood вместе с Брюсом Уиллисом и Арнольдом Шварценеггером. Осложнения при родах, вызванные применением щипцов, привели к параличу левой нижней части лица, проявившемуся постоянным рычанием и невнятной речью. В 1991 году он подал в суд на писателя Питера Токетяда Рокопулоса и британский журнал «Зритель» за предположение, что он действовал трусливо и лицемерно, когда уклонился от войны во Вьетнаме. Он выиграл дело. В 15 лет одноклассники назвали его тем, кто с наибольшей вероятностью окажется на электрическом стуле. Второй сын Сирджа Сталлона, 1979 рублей, страдает аутизмом. Сталлона заплатили всего 60 тысяч долларов за работу над фильмом «Земля копов» 1997. Говорят, что он снял фильм, чтобы сыграть серьезную роль и ускользнуть от роли героя боевика. Включим в список 12 новых многообещающих актеров 1976 года в фильме Джона Уиллиса «Экранный мир». Часть. 28. Брат Фрэнка Сталлона, Тони Далто и Данте Сталлона. Отец Сёйджа Сталлона, сыгравшего с ним в «Роке Ви» 1990, а также «Дневной свет» 1996. Двоюродный брат Поли Дион Монте. Его вилла площадью 24 тысячи квадратных футов и три гостевых дома в Майами были проданы через два года на рынке за 24 миллиона долларов. Не любит свое имя, обычно называемое «хитрый». Его мать, Джеки Сталлона, является поклонницей Джеки Чана. Чан и Сталлона – очень хорошие друзья. Подал в суд модель Марджи Карп, которая утверждает, что он пытался заставить ее вступить с ним в физические отношения в прошлом году в спортзале Санта-Моники. Февраль 2001 родился в один день с президентом Джорджем Бушем и Фредом Драйером. 14 февраля 2002 года Сильвестр подал в суд на своего бывшего бизнес-менеджера Кенета Стар за плохой деловой совет. Он требует 17 миллионов долларов компенсации за ущерб. Частично он советовал ему сохранить свои акции в Планет Холливуд, ныне обанкротившейся сети ресторанов, несмотря на то, что она уже была в затруднительном финансовом положении. Его отец Фрэнк Сталлона был парикмахером, а мать Джеки Сталлона – чудаковатая личность, которая также добивалась славы как астролог и промоутер женской борьбы. Девичья фамилия Лабофиш создал и продусировал пилотный сериал под названием «Отец левша» со звездой Дэнни Нуччо в роли необычного священника из Майами. Пилот транслировался на CBS в 2002 году, но не был показан как сериал. Имеет сводную сестру Тони Далта, Тоне Энн Филити, дочь его матери Джеки Сталлона и ее второго мужа Тони Филити. Третий ребенок Скарлетт Роуз Сталлона и жена Дженнифер Флавин родились 25 мая 2002 года в Лос-Анджелесе. Весили 7 фунтов 8 унций. Имеет пятерых детей Сейдж Сталлона и Сергея Сталлона с первой женой Сашей Сталлона и Софией Роуз Сталлона, Секстин Роуз Сталлона и Скарлетт Роуз Сталлона с третьей женой Дженнифер Флавин. Бывший зять Луи Дальто и Маркуса Шилба. Было 23 лет, когда он получил свою первую главную роль в эротико-порно «Итальянский жеребец» 1970, который был повторно выпущен и переименованный «Итальянский жеребец» после его успеха с Рокки 1976, в котором он играл роль стат «Итальянский жеребец». Ему заплатили 200 долларов за то, чтобы он сыграл жаждущего секса Жидала, и он появился обнаженным. Отец Сильвестра, Франк Сталлона, был итальянским эмигрантом. Родился в Джое Дель Кале, Апулия, у Сильвестра Сталлона и Пульхирии Никастре. Мать Сильвестра, Джеки Сталлона, родилась Жаклин Лабофиш в Вашингтоне, округ Колумбия. Дед Сильвестра по материнской линии, Джон Пол Лабофиш, родился в Пенсильвании в семье эмигрантов из Российской империи Чарльза Шахана Лабофиша, Лабофиса и Роусы Тель Лемлях, Ламлек. Бабушка Сильвестра по материнской линии, Джанна Виктория Адриен Менн Клёре, была француженкой, родившейся в Британии, Франции, в семье Луи Виктора Клерка и Мари Полин Родриг. Учился в Университете Майами по спортивной стипендии. Учился в средней школе Монтгомери-Блэра в Силвер Спринг, штат Мэриланд. Среди его одноклассников были Голди Хоун, Карл Бернштейн и Бенштейн. 5 июня 1994 года он расстался с тогдашней девушкой Дженнифер Флавин, отправив ей письмо «Дорогая Джейн» через Фетекс. Они помирились через год, 5 июня 1995 года, и поженились 17 мая 1997 года. Есть его кукла-двойник во французском шоу «Les Gignols de l'Info» 1988. Зашел в дом Beat Brother VIP 2 в Мексико на несколько минут в качестве специального гостя. Он был в Мексике, продвигая Spy Kids 3D Game Over 2003 и был приглашен к участию. Его рассматривали на роль Патрика Суэзи в фильме «Ближайшие родственники» 1989. По состоянию на 2004 год является постоянным чемпионом Розай Эворд с рекордными 30 номинациями и 10 победами, больше, чем любой другой человек в истории. Мать Джеки Сталлоне была поклонницей Тайрона Пауэра и первоначально назвала его Тайроном Сталлоне. Но когда она получила свидетельство о рождении, отец Слая Фрэнк Сталлоне сменил его на Сильвестр и Горденция Сталлоне. Он появился в трех из ста самых ужасных фильмов всех времен, перечисленных в книге основателя Розай Эворд Джона Уилсона «Официальное руководство по фильму Розай Райн Стоун» 1984, «Рэнбоу» First Blood Part II 1985 и «Специалист» 1994. Таким образом, он делит с Джозефом Котеном второе место по количеству титулов среди 100. У Эрнеста Баргнайна больше всего, он появляется в четырех из ста титулов. Пасынок Энтони Тони Филити и Стивен Маркус Левин. Как ни странно, 1994 год был одним из немногих лет, когда он не был номинирован на премию Рази за актерское мастерство. Несмотря на то, что он появлялся и в Клиффхенгере 1993 и в «Подрывнике» 1993, которые были номинированы, а Клиффхенгер получил номинацию на худший сценарий, который Сталлоне написал сам. Десять наград от Розайс, которые он выиграл до сих пор, худший актер 1985 года за «Горный хрусталь» 1984, худший актер 1986 года за «Рэмбо» «Первая кровь» части «Ай-яй» 1985 и «Рокки Ивэ» 1985, худший режиссер 1986 года для «Рэмбо» 1986 года для «Рокки Ивэ» 1985, худший сценарий 1986 года с Джеймсом Кэмероном и Кевином Джарром для «Рэмбо», «Первая кровь» части «Ай-яй» 1985, худший актер 1989 года для «Рэмбо Ай-яй» 1988, худший актер десятилетия 1980, худший актер 1993 года для «Стоп». Или «Моя мама будет стрелять» 1992, худшая экранная пара 1995 года с «Шерон Стоун» в «Специалисте» 1994, худший актер века и худший актер второго плана 2004 года в фильме «Дети шпионов 3D». Игра окончена 2003. Согласно фильму Энтони Холдена за «Оскаром», «Нью-Йорк», «Саймон и Шустер» 1993, великий Фрэнк Капро был включен в компанию «Оскар» за оригинальный фильм «Рокки» 1976. Цитировали слова Капро «Я думал, что это лучшая картина за последние 10 лет. Я получил мой голос на премию «Оскар» на всем протяжении всей линии». Он присоединяется к Роберто Бенинье, принцу, Кевину Космеру, Уильяму Шатнеру и тому Грину как единственные актеры, которые сами ставят себя в спектаклях, которые принесут им премию «Рази» за худший актер. Присутствовал на первой инаугурации президента Джорджа Буша вместе с другими давними сторонниками республиканцев Чаком Норрисом и Робертом Дювалем. 20 января 2001 года, в апреле 2004 года он основал собственную компанию по производству пищевых продуктов «Инстоун», которая производит протеиновый пудинг, усилитель кестостерона, усилитель энергии и два разных протеиновых коктейля. 8 марта 2005 года он опубликовал свой первый ежемесячный выпуск журнала «Слай». Он был на обложках каждого журнала и сам написал большую часть статей и интервью. 10 мая 2005 года он опубликовал свою книгу «Хитрые движения. Моя проверенная программа по похуданию, наращиванию силы, усилению боли и воплощению своей мечты». Включенный в список лучших героев всех времен Американским институтом кино. Афи в 2003 году он занял седьмое место после Грегори Пека, Харрисона Форда, Шона Коннери, Хамфри Богорта, Гэри Купера и Джоди Фостер. У него был огромный поклонник из Болливуда, Азия. Кинозвезды, такие как Эссалман Хан, Санни Диол, Бобби Диол, Хармендра, Санджай Дак, Сунил Шетти и Рити Крошин, его преданные поклонники. Санни Диол даже назвал одного из своих сыновей Рокки. Известный поклонник сигар, он бросил курить сигареты во время съемок фильма «Рокки» 1976, когда ему было 30, после того, как он обнаружил, что на ринге задыхаются. Является рекордсменом по самой продолжительной непрерывной серии номинаций на «Розае Вордс» 13 лет подряд. Он каждый год номинировался на «Розе», в основном за худший актер, с 1985 по 1997 год. Сам пел в «Райнстоун» 1984. В 1988 году ему предложили 4 миллиона долларов за рекламу американского пива при условии, что он постригся. Когда он отказался, они предложили еще 1 миллион долларов, чтобы пойти парикмахеру, он все равно отказался. Сталлоне так и не удалось вернуть успех критиков, которого он добился в начале «После Рокки» 1976, когда Роджер Эберт сказал, что может стать следующим Марломом Брандо. Он был номинирован на премию «Золотая малина» рекордные 30 раз, обычно в категории «Худший актер» и выигрывал 10 раз. Фонд «Золотая малина» присудил ему специальную награду «Худший актер века» в 2000 году. Голос полицейского Лу в «Симпсонах» 1989 основан на нем. Говорят, что на тот момент, когда продюсер Ирвин Винклер дал «Зеленый свет» проекту «Рокки» 1976, на его банковском счете было всего 106 долларов. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер вручил ему свидетельство о признании за съемку фильма «Рокки Бальбоа» 2006. В Лос-Анджелесе в то время, когда другие кинематографисты переносят свой бизнес, более дешевые штаты или за границу, чтобы сократить расходы. 22 декабря 2005 года. В 1950-х он и его брат Фрэнк Сталлоне жили в Филадельфии со своей матерью Джеки Сталлоне около двух лет и посещали Академию Нотр-Дам, частную католическую школу на Реттингхаус-сквер в центре города, уже не там. И это та самая школа, которую когда-то посещали Джон Берримор и Этель Берримор. В 1986 году, после огромного успеха фильма «Рэмбо. Первая кровь», часть 2, 1985, Сталлоне был принят в Белом доме президентом Рональдом Рейганом. Отказался от главной роли в фильме «Возвращение домой» 1978, за который Джон Войт получил Оскар. Получил первую награду Ассоциации боксерских писателей Америки за кинематографические достижения в области бокса на 81-м ежегодном ужине, который проводился в отеле Мандалей Бэй Резорт энд Казину в Лас-Велесе. 5 мая 2006 года, в начале 1960-х переехал в Филадельфию, жил во Франкфурде и Реттингхаус-сквер. Он ходил в среднюю школу Линкольна, но так и не закончил 10-й класс. В 1963 году он поступил в среднюю школу Дэва Умэна в Бёргане, графство Честер, школу для эмоционально проблемной молодежи. В возрасте пяти лет он вернулся, чтобы жить со своими родителями и младшим братом Фрэнком Сталлона, на этот раз в Силвер Спрингс, штат Мэриланд. После развода родителей он вместе с матерью и ее новым мужем, производителем пиццы Энтони Тони Филити, переехал в Филадельфию. Он был удостоен награды Ассоциации видеодилеров по программному обеспечению, когда ему была вручена награда «Звезда действий тысячелетия» на 21-м ежегодном съезде организации в Лас-Вегасе, штат Невада. Июль 2002 в 1971 году он прослушивался на небольшую роль в фильме Фрэнсиса Форда «Копполы «Крестный отец» 1972, но не получил ее. Он решил, что ему, возможно, повезет больше как писателю. Он написал сценарий к скромно успешному фильму «Повелители Флейтбуше» 1974 и сыграл в нем главную роль. Он был менеджером боксерского матча Ликонолита и Кертиса Уитнера в свой 36-й день рождения 6 июля 1982 года в отеле и казино Тропикена, Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Его брат Фрэнк Сталлоне был угловым для Канолита в этом матче. Он и Доли Партон удостоен из звезд на Голливудской аллее славы 14 июня 1984 года. Его исполнение роли Рокки Бальбоа в фильме «Рокки» занимает 64-е место в рейтинге 100 величайших персонажей всех времен журнала «Премьер-магазин». Рокки 1976 занимает 4-е место в рейтинге 100 самых вдохновляющих фильмов всех времен Американского института кино. Восковая фигура, изображающая Сталлоне в образе Рокки Бальбоа в ныне несуществующем музее восковых фигур Молиленд, Буэна Парк, Калифорния, была 5 футов 7 дюймов в высоту. Его полная фронтальная обнаженная сцена была отредактирована из «Demolition Man» 1993, до релиза, но ее можно посмотреть в интернете. Он отказался от роли Джона Войта в фильме «Возвращение домой» 1978. На протяжении всей жизни республиканец, он – один из двух любимых актеров президента Джорджа Буша. Другой – такой же герой боевиков и консервативный республиканец Чак Норрис. Оба мужчины присутствовали на инаугурации Буша в качестве президента в 2001 году. Несмотря на его давнюю связь с республиканской партией, Сталлоне поддерживал президента Билла Клинтона во время судебного процесса по делу об импичменте и 9 июля 1998 года в своем доме в Майами организовал сбор средств от демократов. Поддержал кандидата от республиканцев Арнольда Шварценеггера в его переизбрании на пост губернатора Калифорнии в 2006 году и пожертвовал 15 тысяч долларов на его компанию. Крестным отцом его сына Сейджа Сталлоне был его лучший друг Джоу Пенил. В 1998 году после убийства своего друга Фила Хартмана Сталлоне затем, живя в Англии, призвал Америку запретить любое оружие. И это вызвало некоторые споры, поскольку он использовал оружие во многих своих фильмах. Все имена его детей начинаются с буквы С. Мудрец, Саргия, София, Сикстин и Скарлетт. Ему предложили роль каскадера Майка в доказательстве смерти 2007, но он отказался. Признал себя виновным в том, что вез в Австралию флаконы с ограниченными гормонами для наращивания мышечной массы, и ему грозит приговор на следующей неделе. Адвокаты Сталлоне признали себя виновным от имени актера, который не явился в местный суд Сиднейского даунинг-центра. Звезду обвинили в ввозе запрещенных веществ в Австралию после того, как при таможенном досмотре его багажа во время визита в Сидней 16 февраля 2007 года было обнаружено 48 флаконов продукта гормона роста человека джентропин. 14 мая 2007 года Сталлоне утверждает, что в расцвете сил он был в состоянии жать 385-400 фунтов, 174,6, 181,4 кг и приседать 500 фунтов, 226,8 кг. Во время соревнований по жиму лежа с бывшим мистером Олимпией Франко Колумба он сильно разорвал грудную мышцу, и ему потребовалось наложить более 160 швов. Вот почему одна половина его груди более венозная, чем другая. Близкий друг и поклонник сэра Элтона Джона. Был вторым выбором Джоэла Шумахера на роль мистера Фриза в Бэтмене и Роббине 1997. Отказался от роли Кристофера Рива в Суперменене 1978. Публично поддержал сенатора Джона Маккейна в качестве кандидата от республиканцев на президентских выборах 2008 года. Исключен из 14 школ за антиобщественное и агрессивное поведение в возрасте до 13 лет. Родился в благотворительной палате больницы Нью-Йоркского гетто «Адской кухни». При его рождении щипцы доктора случайно перерезали нерв на его щеке, оставив его фирменный обвижший рот. Был признан учеником, который, скорее всего, умрет на электрическом стуле. Вместе с Джоном Войтом и Полой Абдул он принял участие в благотворительном концерте солидарности в осажденном израильском городе Сдерот, в который за последние 7 лет было сброшено более 7000 ракет кассам. Концерт под названием «Leaf Force Der» отключает выступление израильской певицы Нине Тайо. 2 марта 2008 года. Рассматривался на роль Джей Заса в подчеркивании дуплок от подчеркивания «The Godfather Part Ayaai» 1990. Встречался с Дженнис Диккенсен с декабря 1993 года по июль 1994 года. Слай думал, что он был отцом ее дочери Саванны Роденна, но когда он обнаружил, что настоящим отцом девочки был Майкл Бернбаум, он бросил ее. Он рассматривался для ролей Майкла Дугласа в «Роковое увлечение» 1987 и «Основной инстинкт» 1992. Отказ от роли Дадли Мура в «Артуре» 1981. Отказ от роли, которую сыграл Кейт Кэррадейн в «Красотке» 1978. Отказ от ролей Ричарда Гира в фильмах «Американский жиголо» 1980. «Офицер и джентльмен» 1982 и «Красотка» 1990. Он получит престижную премию «Его Лека Ултер Глори Тузе Филмейко Эворд» на Венецианском кинофестивале в сентябре 2009 года, которая вручается художнику, который оставил свой след в современном кино и ранее был вручен таким кинематографистам, как Такеши. Китаной Абаски Растами. Премия призвана отметить статус Сталлона как режиссера. Представитель фестиваля сказал, Сталлона проявил оригинальный глаз и авторскую решимость. Неудержимые 2010 открылись на первом месте по кассовым сборам в США с кассовым сбором в выходные 35 миллионов долларов. Это делает Сильвестра Сталлона единственным человеком в истории Голливуда, который снялся в фильмах, которые занимали высокие места в чартах кассовых сборов на протяжении 50-летий подряд. В 1992 году он должен был сыграть главную роль в комедии о вражде соседей с Джоном Кэнди под названием «Варфоломей против нёв». Сценарий был написан покойным Джоном Хьюзом для могущественной тогда студии «Каралко». Вместо этого Сталлона решил сделать «Клиффхенгер» в 1993 для «Каралко». И проект был отложен после того, как Джон Кэнди умер в 1994 году, а «Каралко» разорилось в 1996 году. Фильм не снят по сей день. В старших классах школы вдохновился на то, чтобы внедрить в бодибилдинг свой образ жизни. После просмотра фильма Стива Ридзо и Коули и Ларри Гинна Ди Лидия, 1959. До Рокки 1976 он играл персонажа по прозвищу Рокки в эпизоде «Полицейской истории. Передний край». 1975. Дружит с Арнольдом Шварценеггером, Брюсом Уиллисом, Доном Джонсоном, Майло Вентимилье и Томом Арнольдом. Его сын, Сёч Сталлона, был найден мертвым 13 июля 2012 года в Лос-Анджелесе. Его публицист Мишель Бега. С момента своего развития к славе и богатству он перестал ходить в церковь. Но в 2006 году он вернулся в католическую церковь, когда начал сниматься в Рокки Бальбоа. Самый долгий срок, в течение которого он не был номинирован на разе, 7 лет, между Spy Kids 3D Game Over 2003 и The Expendables 2010. После 7 лет бесплодной борьбы и всего лишь со 115 долларами в банке он отклонил предложение на 330 тысяч долларов за сценарий Рокки и зарабатывал 230 долларов в неделю, играя главную роль в нем. Он отказался от главной роли водителя 1978, так как был занят в FST 1978. Он был введен в должность Халка Хогана Терри Боула в зал славы WW в рамках класса 2005 года. Это первый раз между этими двумя фанатами рестлинга, которые видели их вместе со времен Рокки Ай-яй-яй 1982. Он рассматривался для ролей Арнольда Шварценеггера в Конан Варвар 1982, Черный дождь 1989 и Терминатор 1984. Единственная голливудская звезда, у которой были кассовые сборы фильмов в каждом из пяти последовательных десятилетий 1970-2010 годы. Сталлона, как сообщается, отказался играть Стэнли в ремейке «Трамвай желания» 1984. Роль, которую в конечном итоге сыграл Крит Уильямс. Он пробовался на роли Паули Гатта и Карла Ри Цецеи в «Крестном отце» 1972, до того, как были выбраны, соответственно, Джон Мартино и Джанни Руссо. Вторым именем его покойного сына Сеиджи Сталлона была «Лунная кровь». Он сказал, что Рокки 1976 попал на удачу. Он встретился с продюсерами на прослушивании для другого фильма, но получил отказ. В ходе беседы Сталлона сказал, что он не только актер, но и писатель. Когда он начал выходить из комнаты, продюсера спросили его, работает ли он над сценариями. Именно тогда Сталлона предложил им историю для Рокки 1976, и продюсеры попросили прочитать сценарий. Сталлона упомянул этот анекдот как пример поговорки «Удача случается, когда подготовка встречается с возможностью». Наряду с Барри Фицет-Жеральдом и Аль Пачино, он является одним из трех актеров, которые были номинированы на Оскар как за лучшую мужскую роль, так и за лучшую мужскую роль второго плана за роль одного и того же персонажа. 1. Фицет-Жеральд был номинирован на обе награды за роль отца Фиц Гиббена «Ведем своим путем». 1944-2. Пачино был номинирован на лучшую мужскую роль второго плана за роль Майкла Корлеоне «Крестного отца» 1972 и лучший актер за ту же роль в «Крестном отце», часть «Ай-ай» 1974. И 3. Сталлона был номинирован на лучшую мужскую роль за играет Рокки Бальбоа в фильме «Рокки» 1976 и лучшую мужскую роль второго плана за ту же роль в «Крит» 2015. Он лишь один из шести исполнителей, дважды номинированных на Оскар за исполнение одной и той же роли в двух разных фильмах. Он был номинирован на роли Рокки Бальбоа в фильмах «Рокки» 1976 и «Крит» 2015. Остальные пять – это Бинг Кросби в роли отца Амели «Выйти своим путем» 1944 и «Колокола святой Марии» 1945. Питер Атул в роли Генриха II в «Билкете» 1964 и «Лев зимой» 1968. Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне в фильмах «Крестный отец» 1972 и «Крестный отец» части Ай-Ай 1974. Пол Ньюман в роли Фоста Эдди Феллсона в «Хаслере» 1961 и «Цвет денег» 1986 и «Кейт Бланшетт» в роли Элизаветы I в «Елизавете» 1998 и «Элизабет. Золотой век» 2007. Из них Сильвестра Сталлона – единственный, кто не был номинирован на другие роли в кино. 39-летний перерыв между его номинациями на премию «Оскар» «Рокки» 1976, «Крит» 2015 является рекордом. Предыдущий рекорд в 38 лет был установлен «Хеллен Фьюис» 1931,32 – 1970, «Джет Пелленс» 1953 – 1991, «Яла Наркин» 1968 – 2006 год. Он играл одного и того же персонажа – Рокки Бальбоа в фильмах, выпущенных в пять разных десятилетий из 1970 «Харджонус» по 2010 «Еардак Мазгоды», «Рокки» 1976, «Рокки Ай-Ай» 1979, «Рокки Ай-Ай-Ай» 1982, «Рокки ИВ» 1985, «Рокки Ви» 1990, «Рокки Бальбоа» 2006 и «Крит» 2015. Был номинирован на «Оскар» во второй раз в 2016 году за роль Рокки Бальбоа в «Крит» 2015, в возрасте 69 лет, в том же возрасте, что и «Бёрджис Меридер», когда он был номинирован за роль Микки Гоудмила в фильме «Рокки» 1976, а также за роль в фильме «Рокки». Играя тренера, двое из его реальных сыновей сыграли сына его персонажа Рокки Бальбоа Роберта Бальбоа-младшего в сериале «Рокки» Сергея Сталлона в «Рокки 2», 1979, и Сёйч Сталлона в «Рокке Ви» 1990, является рекордсменом по самой продолжительной непрерывной серии номинаций на премию «Роза Ай-Авордс» 13 лет. Его номинировали ежегодно с 1985 по 1997 год. Он стал промоутером бокса в 1980-х годах. Его компания по продвижению бокса «Тайгер Ай Продакшнс» подписала контракт с чемпионами мира по боксу Шоном Агрейди и Аароном Трайером. Собирался сыграть эпизодическую роль в «Апп» 1989, в качестве покупателя билетов на поездки на вертолете, в пародии на «Рэмбо» 1987, но его не оказалось. После того, как Сталлона попросил принять его актерский и жизненный опыт в обмен на оставшиеся необходимые ему кредиты в колледже для получения диплома, в 1999 году президент университета Майами присвоил ему степень бакалавра изящных искусств «Маф». В 1994 году Сталлона внес 1000 долларов в компанию тогдашнего конгрессмена Рика Санторума, который тогда баллотировался в Сенат США в Пенсильвании. Он отказался от роли Джона Траволта в «Фейс» Ов» 1997. В 2009 году он собирался сниматься в фильме «Жажда смерти» 2018. Он отступил из-за творческих разногласий. В ноябре 2017 года женщина обвинила Сталлона в сексуальном насилии в его офисе в Санта-Монике в начале 1990-х годов. Сталлона отрицал претензии. Его сорока восьмилетняя сводная сестра Тони Энн Филити умерла от рака легких 26 августа 2012 года, через шесть недель после смерти его сына Сойджа. Она умерла в доме их матери Джеки Сталлона в Санта-Монике, после того, как решила покинуть больницу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он отказался от роли Жан-Клода Ван Дамма в «Внезапной смерти» 1995, потому что ему не понравилось качество сценария. Во время съемок фильма «Победа» 1981 Сталлона прервал палец, пытается спасти пенальти от пели. В 2007 году таможенные органы Австралии обнаружили в его багаже 48 флаконов синтетического гормона роста человека Джентропина. Он упомянул, что хотел бы адаптировать роман Нельсона до миле «Игра льва» и роман Джеймса Байрона Хаггинса «Охотник», право на экранизацию которого он имел несколько лет. Изначально он планировал использовать сюжет из «Охотника для Рэмбо. Последняя кровь» 2019. Он отказался от роли Харрисона Форда в «Свидетеля» 1985. Он отказался от роли Самюэля Элл Джексона в «Правилах участия» 2000. Несмотря на его взгляды республиканцев, он является сторонником контроля над огнестрельным оружием и был назван самым противником оружия, работающим сегодня в Голливуде. Сталлоне продолжал выражать свою страсть, снимая фильм о жизни Эдгара Аллана по сценарий, который он готовил годами. В декабре 2016 года он отклонил предложение стать председателем Национального фонда искусств, сославшись на желание работать над вопросами, касающимися ветеранов. Его рассматривали на главную роль в «Они живут» 1988. Он отказался от ролей Брюса Уиллиса в «Крепком орешке» 1988 и «Криминальное чтиво» 1994. Должен был сыграть главную роль в «Полицейском» из «Беверли Хиллз» 1984, но из-за различий его бросили и заменили Эдди Мёрфи. Играл четырех разных персонажей в повторяющихся ролях – Рокки Бальбоа, Рокки, Джона Рэмбо, Рэмбо, Рэя Бреслина, План Побега и Барни Рос – неудержимые. Он работал над сценарием «Полицейского» из «Беверли Хиллз» и был предан фильму, но его сценарий не понравился, поэтому он отказался от него. Главный сторонник диеты на соки сельдерея. В каждом фильме его можно увидеть в обуви, которая делает его на 2-3 дюйма выше. Ему предложили роль Марлона Брандо в версии кабельного телевидения «Трамвай» под названием «Желание». И, хотя он хотел это сделать, он отказался от нее, потому что его бы сравнили с Брандо в невыгодном свете. Он появился в одном фильме, который был включен в национальный реестр фильмов библиотекой Конгресса как культурно, исторически или эстетически значимый, Рокки, 1976. Личные цитаты, 180. «Один раз в жизни, на одно смертное мгновение, нужно схватиться за бессмертие, если нет, то человек не жил». В этом вся суть Рокки, 1976. Гордость, репутация и то, что нельзя быть очередным бездельником по соседству. «Я некрасив в классическом понимании. Глаза опущены, рот искривлен, зубы непрямые, голос звучит как мафиози, но каким-то образом все это работает». Объясняя «The New York Times», как он написал сценарий для Рокки, 1976. «За три дня меня поражают люди, которым требуется 18 лет, чтобы что-то написать». Вот сколько времени понадобилось тому парню Геставу Флаберу, чтобы написать «Мадам Бавари». И было ли это когда-нибудь в списке бестселлеров? Нет. Это была паршивая книга, и из нее был паршивый фильм. В 1976 году, после завершения производства Рокки Ай-Ай, 1979. Но Рокки ИВ никогда не будет. «Вы должны остановиться. Я не правый, я не левый. Я люблю свою страну». О компании Арнольда Шварценеггера на пост губернатора Калифорнии в 2003 году я считаю, что это очень опасные воды. «В этом конкретном поле нельзя кричать действия. И вырезать, и возьми два, и возьми три». «Я лично считаю, что актеры должны оставаться актерами, но я знаю, что у него всегда были к этому слепые амбиции, так что, возможно, у него все получится». Говоря о распространении оружия в США после убийства Фила Хартмана в 1998 году, которого застрелила его жена, пока Америка, от двери к двери, не возьмет каждый пистолет, это то, что у вас будет. «Это жалко. Это действительно жалко. Это печально. Мы там живем в средневековье». «Это должно быть остановлено, и кто-то действительно должен пойти на риск, некий бесстрашный политический деятель, и сказать, все кончено, все кончено, все ставки сделаны. «Это не 200 лет назад. Нам это больше не нужно, да и в остальном мире этого нет. Зачем нам? Я понятия не имел, что Элен Баркин была в ресторане. Если она кашляла или умирала, она делала это вежливо. Я был бы более чем счастлив протянуть руку к ее горлу или сильно сжать ее. Сидел растерянно. Пожалуйста. Я бы сплатился просто, чтобы не платить по счету. 1991 я ростом 5 футов 10 дюймов и вешу 177 фунтов. Теперь я доволен своим телом. Люди принимают Рокки Бальбоа как подлинного. Не могу сказать, сколько людей подходили ко мне и спрашивали о моей боксерской карьере. Как будто они действительно хотят верить, что Рокки существуют. Знаете, меня все это поражает. Одно время я думал, что люди перестанут увлекаться этим персонажем и пойдут дальше. Не получилось. Спустя 30 лет Рокки достиг такой степени, о которой я даже не мог себе представить. После смерти Джона Риттера в 2003 году это огромный шок. Это просто заставляет меня осознать, насколько хрупка жизнь. Я не генетически превосходный человек. Я построил свое тело. В 2002 мы говорим о том, чтобы сделать еще один Рэмбо, потому что я думаю, что пора совместить действия с политикой. Я просто продолжу играть Рэмбо и Рокки. Оба являются машинами для зарабатывания денег, которые нельзя выключить. Я очень физический человек. Люди не приписывают мне большой интеллект, так почему я должен их разочаровывать? 1999 после того, как я снялся в Коупленд. 1997, в котором я играл робкого, толстого полицейского, весь Голливуд отвернулся. Я удивлен, что мне даже дали этот стол. Я здесь как коряга. Я знаю, что не могу держаться за них вечно, но буду держаться так долго, как смогу. Мне жаль первого мальчика, который постучал в дверь на свидание. Я куплю еще 10 нарядов Рэмбо, чтобы убедиться, что они слишком напуганы, чтобы ошибиться. Вероятно, все они пробегут милю, что меня вполне устраивает. Я знаю, что не смогу удержаться, играя обеспокоенного отца. Мои девочки родились с геном флирта. Это очень забавно, но меня также беспокоит, какая горстка у меня будет через несколько лет. Я знаю, что это глупо. Я просто не хочу, чтобы они выросли. Я люблю свою семью. Я не могу представить жизнь без них всех в доме. Я действительно являюсь проявлением собственной фантазии. Все искусство в этом бизнесе – дело компромисса. Это не видение одного человека, если он не берет очень слабых актеров. Я бы сказал, что между 15 и 20 часами я отлично выгляжу. После этого все под гору. Не фотографируйте меня утром, иначе получите у Олтера Брённена. Никто не любит терпеть неудачи, но я считаю, что я лучше для этого подхожу. Я усвоил уроки жизни. Вам дарованы определенные дары, и вы должны стараться им быть. А его браке с Дженнифер Флавин – это было фантастическое возрождение в моей жизни. Как вы знаете, мой первый брак сложился не так хорошо, хотя у меня есть отношения с моими сыновьями, но этот брак стал вторым началом. Раньше я думал, что моя карьера номер один, поэтому меня не было 9 месяцев в году. Но я на собственном горьком опыте усвоил, что самое главное – начать дома, а затем карьера. Я думаю, что люди, которые были так благосклонны и преданы, будут счастливы последней главой в жизни Рокки Бальбоа, потому что я думаю, что мы приведем персонажа к окончательному и благородному завершению. Мне очень нравятся комедии, но они мне просто не нравились. Иногда лучше просто сосредоточиться и заниматься тем, чем вы действительно увлечены. Однажды утром вы просыпаетесь и думаете, что случилось. Куда все это так быстро ушло? Я хочу сделать еще много вещей. И я полагаю, что многие люди чувствуют то же самое. У многих людей так много всего, что они хотят сделать, но общество говорит – отойди, молодежи нужно служить. Я говорю, ты прав, молодежи надо служить, после нас. Встань в очередь. Мы возвращаемся на секунды и третий, и когда мы закончим помогать себе, наступает твоя очередь. Тот факт, что люди стареют, не означает, что они отказываются от своей мечты или способности что-то делать, поэтому Рокки символизирует все еще желание участвовать. Рокки говорит, что последнее, что стареет – это сердце, поэтому я хотел снять фильм, который показывает, что наше поколение не смотрит вовнутрь, он по-прежнему жизненно важен и хочет участвовать в параде, а не смотреть парад. Я хочу показать, что жизнь не заканчивается в 50-ти. Люди говорят, давай, старей красиво. Нет, почему? Я не готов. Я знаю, что люди подумают, что Рокки – это моя история, но это также история моего поколения. А Рокки Бальбоа, 2006, я знал, что испытаю смущение, услышав все шутки обо мне. Жена умоляла меня этого не делать, поэтому я написал строчку, что я лучше буду заниматься тем, что сильно люблю, чем чувствовать себя плохо из-за того, что не делаю того, что люблю. А Рокки Бальбоа, 2006 и Рэмбо, 2008, возможно, эти фильмы не были бы такими интересными 5 лет назад, но посмотрите, что происходило в мире в то время. Сейчас совсем другой климат. Сейчас я снимаюсь в фильме «Рэмбо», 2008, и я ищу молодого актера, который сыграет вместе со мной. Я искал следующего Роберта Мичама или Стива Маккуина, но факт в том, что их просто не существует. Сегодня крутые парни делают прически в голливудских парикмахерских. Что случилось с пивом и чесанием яиц? А Райнстоун, 1984, можно было подумать, что мы все собрались вместе и решили, как нам быстрее всего разрушить нашу карьеру. Я так много злоупотреблял своим телом на протяжении всей своей карьеры, что буквально скрепил меня клеем. Материал, который я взял, утолщает кости и укрепляет сухожилия. У меня никогда не было необычных генов или отличной костной структуры, и я все еще очень худой. Что я пытаюсь сделать, так это создать тело, на которое каждый мужчина сможет взглянуть и сказать. Знаешь, с определенной самоотдачей я могу добиться того же. Я стараюсь, чтобы это было спортивным, а не неприступным. Говорит о своей жизни с женой и тремя дочами жить в доме, где ты единственный мужчина. Немного похоже на то, чтобы быть единственным парнем, оставшимся в Алама. Они просто правят, даже наши собаки суки. Так что шансов нет. Есть кое-что о сопоставлении персонажа со сценарием. И прямо сейчас сценарий, который пишется, и реальность довольно жестокий и довольно резкий, как грубый боевик. И вам нужен кто-то, кто участвовал в этом, чтобы разобраться с этим. О сенаторе Джоне Маккейне, как реальную упущенную возможность. Похоже, у многих фанатов была проблема с тем, что Дредд снял свой шлем, потому что он никогда не снимает его в комиксах. Но для меня это больше похоже на растрату такого огромного потенциала, который был в этой идее. Она не соответствовала тому, чем могла бы быть. Наверное, это должно было быть намного более комичным, по-настоящему юмористическим и веселым. Из этого опыта я понял, что нам не следовало пытаться сделать его Гамлетом. Это скорее Гамлет и Яйца. Если у меня есть сожаления, так это то, что я не расширил свою актерскую игру, когда строил свою карьеру. Часто звучит жалко, когда актеры говорят, что им жалко себя. Поверьте, я был очень счастлив. Но если бы мне пришлось сделать это снова и снова, я мог бы сделать и то, и другое. Вы можете сниматься в коммерческих фильмах, а затем и в небольших, независимых актерских фильмах. Брюс Уиллис сделал это хорошо, так что это возможно. Хотел бы я это сделать, но тогда это был не тот стиль. Вы были либо студийным актером, либо независимым актером. Так что я сожалею об этом. Меня часто спрашивают, является ли Рокки продолжением меня самого. Но правда в том, что я хотел бы быть таким же благородным, как Рокки. Он никогда ни о ком не говорит плохого слова и никогда не жалуется. Он проиграл 24 раза. Его рекорд 54 и 24. Он много проиграл. Но он философски настроен и знает, что будет другой день. Я не то, хотел бы я быть. Рокки издает такую хорошую атмосферу, а Рэмбо – князь тьмы. Новый Рэмбо – не самый приятный фильм. Каждый актер хотел бы сказать, что он Дэниел Дэй Льюис и что у него невероятная палитра, но довольно часто вы известны определенными вещами. Я принял это. Поэтому я сказал себе, боже, если бы я мог закончить свою карьеру на чем-то, я бы хотел закончить незавершенные дела с Рэмбо, потому что последний в Афганистане не сработал. Добиться победы – 1981, он же побег к победе, было тяжелым трудом. Я думал, что Рокки, 1976, был крутым, но я никогда в жизни не тренировался так усердно. Моя талия уменьшилась с 33 до 29 дюймов, я бегал каждое утро, потому что старался выглядеть немного изможденным. В конце концов, мы были военнопленными. Во время Рокки ИВ, 1985, Дольф Лундгрен так сильно ударил меня, что у меня возникла опухоль вокруг сердца, и ему пришлось оставаться в реанимации в больнице СВ. Иоанна в течение четырех дней. На Рэмбоу Юкей Прэмир, 2008, я чувствую, что мне снова 20, но с артритом. О Микке Рурке в фильме Рестлер, 2008, Микке, если кто и заслуживает Оскара, так это ты. В этом нет никаких сомнений. Вы пережили это. Ты это заслужил. Ты заслуживаешь это. Вы невероятно талантливый человек. Пора всем сказать, знаете что, отдай победителю. О том, что фанаты могут ожидать от неудержимых. В 2010, допустим, мы откопали дикую группу, 1969, и дали им еще один шанс. Все дело в Рокке, 1976, не в боксе. Речь шла о старении. Вот что сделала фильм. Это был не он. Это было о ней и о том, как он находил любовь. О том, как он делал чью-то жизнь лучше. И прежде чем вы это осознаете, публика отождествлялась с этим. О неудержимых 2010, я думаю, это что-то вроде «Грязной дюжины», 1967 или одного из тех фильмов, которые время от времени появляются, например, «Великолепная семерка» 1960, чтобы попытаться взять эту старую формулу и перенесить его в современную эпоху. Мы добились этого, я очень и очень доволен фильмом. Проблема с ремейками в том, что люди влюбляются в оригинал. Это как арахисовое масло. Если вы попытаетесь изменить вкус арахисового масла, у вас будут проблемы. О характере Рокки Бальбоа я всегда видел его как гладиатора 20 века в кроссовках. В 95% случаев женщины правы, они могут быть эмоциональными, но когда они говорят, что у вас дерьмовые туфли или неправильный галстук, они часто правы. А разница между кинопроизводством и живописью фильмы – это видение, в реализации которого должны участвовать 300 или 400 человек. Так что есть отличный компромисс. И так много всего потеряно в переводе. Так что, когда вы доберетесь туда, это может быть 40% того, как вы это себе представляли. Из-за финансовых вопросов, а актер их неправильно интерпретирует. Или директор в тот день не в форме, и он все упустил. А рисовать – это все, что ты делаешь. Он либо взлетает, либо разбивается. Винить некого, кроме одного человека. А Барнольде Шварца Йонегери теперь он мой лучший друг. Это странно, учитывая, какими большими соперниками мы были раньше. Тем не менее, он по-прежнему смехотворно конкурентоспособен. Видишь эти часы? Он единственный в своем роде в мире, поэтому я носил его до последнего обеда. Арнольд отчаянно нуждался в том, чтобы я дал ему один. Но мне пришлось объяснить, что это невозможно. Он был так зол. Во время съемок своей сцены в «Неудержимых» 2010 с друзьями Брюсом Уиллисом и Арнольдом Шварценеггером персонаж Брюса, который нанимает меня для работы, на которой основан фильм, поворачивается ко мне и говорит, послушайте, мне нужно поговорить с одним человеком. Прежде чем я дам вам работу, в этот момент Арнольд, который играет моего старшего соперника, уходит. И ясно, что у нас там много историй. Поэтому я говорю ему, что я должен был застрелить его давным-давно, когда у меня была такая возможность. И сцена разворачивается оттуда. Но эти парни были готовы. Ты он встал с постели в 5 часов 30 минут утра, чтобы снять небольшую пятиминутную сцену. О «Неудержимых» 2010, чувак. Это было семь парней, надрывающих друг другу задницы. Один из них сильнее другого. Шутка ли, наши каскадеры умоляли о пощаде. На самом деле, мой бой со Стивом Остином из «Стоун-Колд» был настолько жестокий, что в итоге я получил перелом на шее. Я не шучу, я никому об этом не говорил, но потом мне сделали очень серьезную операцию. Теперь у меня на шее металлическая пластина. Ороки Ива, 1985, Дольф Лундгрен, и я всегда шли на это. Я приказал ему попытаться вырубить меня, пока работали камеры. В какой-то момент он так сильно ударил меня по голове, что я почувствовал, как жался мой позвоночник. Затем он ударил меня всемогущим апперкотом. В ту ночь моя грудь начала опухать, и меня доставили на вертолете скорой помощи из отеля в ближайший пункт неотложной помощи. Мне сказали, что Дольф ударил мою грудную клетку мне в грудь, и мое сердце жалось. Если бы он еще распуг, я бы умер. После этого я подумал, Дольф, это всего лишь фильм, братан. О работе с Ричардом Гиром над повелителями Флетбуша, 1974, Гир расхаживал в своей огромной мотоциклетной куртке, как если бы он был самым крутым рыцарем за круглым столом. Обедал в Тойоте. Я ел хот-дог, и он влезает с половиной курицы, покрытой горчицей с жиром, почти капающим из алюминиевой обертки. Я сказал, эта штука будет капать повсюду. Он сказал, не беспокойся об этом. Я сказал, если он попадет мне в штаны, ты об этом узнаешь. Он продолжает кусать курицу, и небольшая жирная речка горчицы попадает мне на бедро. Я толкнул его локтем в голову и практически вытолкнул из машины. Режиссеру пришлось сделать выбор. Один из нас должен был уйти, а один остался. Ричарду дали его документы для прогулок, и он по сей день серьезно меня не любит. Он даже думает, что я виноват в слухах о песчанках. Неправда, но это слухи. При выходе на пенсию у меня занято время. В этом возрасте я слышу тиканье часов, и он громкий, как гонг на битбэн. Конечная цель – пойти по стопам Клинта Иствуда и перейти к режиссуре фильмов без моего участия в них. У меня занятое время, и я знаю, что мое долголетие будет зависеть от того, что смогу сделать это. Я вынужден выступить. Если бы у меня не было этой цели, я был бы более чем счастлив бросить 25 круассан в себе в глотку и запить их пинтой пива. Поверьте мне. Остаться в форме очень и очень сложно. С возрастом я стал циничнее. Все, что вам обещали в молодости, на самом деле не сбылось. О Барнольде Шварца Йонегере я вижу его каждую субботу в СЕФ. Рома в Беверли-Хиллз. Это забавно, потому что в 80-е мы были такими конкурентоспособными. А теперь мы лучшие друзья в мире. А Рэмбо он убил бы Джейсона Борна. Я шучу. Может быть другой парень. Тот, что из «Транспортера». 2002 Джейсон Стетхам. Я снял по-настоящему ужасные фильмы. Стоп. Или моя мама выстрелит. 1992 был худшим. Если вы когда-нибудь захотите, чтобы кто-то признался в убийстве, просто заставьте его или ее посмотреть этот фильм. Через 15 минут они признаются в чем угодно. А Дальфей Лундгреня, Дольф, я думаю, фантастически отзывчивый, отличный парень. На своем экранном тесте на роль Хана Соло в «Звездных войнах» эпизод ИВ «Новая надежда» 1977 это не вызвало особого одобрения, поскольку когда я стоял перед Джорджем Лукасом, он ни разу на меня не взглянул. Но очевидно, я не тот тип. Все получилось к лучшему, так как я не выгляжу хорошо в спандексе с лучевым пистолетом. На его неудавшемся прослушивании на роль в «Крестном отце» 1972 я даже не мог быть статистом на свадьбе, вот насколько далеко я продвинулся в пищевой цепочке. Люди, которые проводят время в окопе, они никогда больше нигде не найдут этих отношений. Все остальное меркнет рядом с этим. Когда вы думаете о ветеринарах Второй мировой войны, даже больше, чем о ветеранах Вьетнама, возникает братство. Им сейчас 90 лет, а они все еще в шляпах. То, как они относятся друг к другу. Время остановилось. Это было вершиной жизни. Все, что было после этого, было безнадежным. После этого все было по-другому. О шокирующей импровизации Брюса Уиллиса в сцене с Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером в «Неудержимых» 2010, он говорит, почему бы вам просто не сосать друг к другу члены. Я подумал, нельзя говорить Рэмбо и Терминатору, чтобы они сосали друг к другу пизду. Я сказал ребятам, знаете что, одного только входного билета стоит. О его соперничестве с Арнольдом Шварценеггером в 1980-х он был гораздо более прилежным, чем я, я был слишком безрассудным. Он очень похож на машину, и я считал его врагом. Но оглядываясь назад, это был хороший враг. В моих фильмах одна вещь, я убиваю только тех, кого нужно убить. Позвольте мне сказать так, те, кто этого заслуживает, получают это, и они получают это хорошо, а те, которые идут за женщинами, действительно получают это. Вы понимаете, о чем я? На самом деле, получи это. Иногда вы снимаете фильм и думаете, это индийка, и это даже не день благодарения. Это плохо? Когда меня спрашивают о темах его фильмов на пресс-конференции, я всегда пытаюсь иметь дело с искуплением. Я думаю, что все в этой комнате, как и все на планете, сожалеют о том моменте, когда они приняли неправильное решение. Иногда вы просто никогда не вернете свою жизнь на круги своя. И эта тема от Рокки Бальбоа до Рэмбо просто не дает мне покоя. Я уже прошел свой расцвет в драматических фильмах. Я думаю, что это становится, может быть, почти жалким криком, чтобы меня признали серьезным актером. Я сделал свой маленький момент. Я очень горжусь драмой в Рокке Бальбоа, 2006. Она настолько глубока, насколько я могу, и Полицейских, 1997. Я бы предпочел просто ставить драмы. О желании Арнольда Шварценеггера для продолжения неудержимых, 2010, я бы хотел, чтобы он появился в следующем фильме. Я действительно так думаю. Он долгое время был вне всеобщего внимания, и я думаю, что этот фильм был бы хорошим вступлением. Я видел, как его глаза загорелись. Одно дело, управлять государством, а другое, вернуться к тому, чем вы действительно известны. Некоторые актеры, которых вы больше никогда не увидите, спустятся вниз. И он один из них. А Рокки Бальбоа, 2006, я еще не видел ни цента. Это принесло почти 200 миллионов долларов. Это жизнь, а вот как это работает в наши дни. У них есть такая штука, которая называется задняя часть. Вы можете снять фильм за 12 миллионов долларов, который принесет 250 миллионов долларов, но он все равно окажется в минусе. Студии говорят, что они добавили 50 миллионов долларов в рекламу на Украине или где-то еще. И вы спрашиваете, что? Я говорю людям, что упражнения могут убить вас. Это обоюдоострый. Это хорошо для тебя, но ты должен знать, что делаешь. С определенного момента ваши суставы становятся хрупкими. Когда тебе 20, они как резина. Но теперь, у меня нет возможности делать старые приседания и тому подобное. Ни за что. Не могу этого сделать. Я ем здоровую пищу с понедельника по пятницу, хожу по выходным, набираю вес, а затем снова теряю его с понедельника по пятницу. Не нужно голодать или страдать. Об Арнольде Шварц и Йонегере, когда меня спрашивают, кто самый необычный парень, которого я когда-либо встречал, я отвечаю, что это он. Подумайте об этом. Сила воли и тот факт, что он успешен в трех разных и невероятно сложных областях. Политика бодибилдинга. Забудьте об этом. И он был и остается самым влиятельным бодибилдером из всех когда-либо живших на свете. Затем в Голливуде, с его австрийским прошлым и всем этим багажом того, что он не американец, он стал номер один. А потом политика, это сложно, он губернатор Калифорнии. Вот и все, просто губернатор самого большого штата по численности населения. Это где-то не какой-то городской совет. И он сделает это как кандидат в президенты. Это потрясающе. Если бы политики действительно говорили правду, их бы уволили. И Вашингтон превратился бы в заросшую парковку. Печально, но факт. Вы должны схватить жизнь за горло и сжать, прежде чем она схватит вас за шею и сломает ее. Управляйте своей судьбой. Невежество, все равно, что одеваться на выпускной в темноте. Вы думаете, что хорошо выглядите, пока кто-нибудь не включит вам свет. Неудержимые. 2010 был жестоким. Нет времени. Нет отдыха и сложнее, чем последние три ромбо вместе взятые. Хэллоуин. Единственный раз, когда люди могут стать тем, кем хотят быть, не будучи уволенными. А Рокки 1976 это фильм, в который я хотел пойти. Это неотъемлемое право публики, когда они идут в театр, видеть что-то действительно необычное, что-то, граничащее с мечтательностью. Мне нравится хороший противник. Из-за этого вы теряете сон и хочется встать утром и пойти в спортзал. Рэмбо, это я перед утренним кофе. Рокки, это я после кофе. Рэмбо превратился в своего рода Ид. Примитивный, реактивный и инстинктивный. Почти как животное. Мне нравится этот персонаж, потому что он не совсем конкретизирован. Он похож на странствующего рыцаря, который славно хочет умереть. У него нет желания дожить до старости или создать семью. Рокки, полная противоположность, он не может жить без семьи. Итак, у вас есть американский монстр Франкенштейна, а затем у вас есть американская мечта. Обычные художники берут взаимы, гении воруют. А Рэмбо, первая кровь, 1982, в книге Рэмбо убивают. Я подумал, что это неправильное сообщение. Вернувшиеся ветеринары из Вьетнама совершили около 200 тысяч самоубийств. Я сказал, почему бы нам не довести его до самого края, не уничтожив его. Квинтин Тарантино сказал, ты трус, тебе следовало убить его. Я сказал, Квинтин, ты сумасшедший. Я хочу сделать несколько сиквелов, брат. О возможности Мела Гипсона стать режиссером неудержимых 3. 2014, Мел, великолепный режиссер. Чистая страсть на всех уровнях. Мы были бы счастливы иметь его. Очень длинный выстрел, но жизнь это далеко верно. О контроле над оружием я знаю, что люди расстраиваются и говорят, они собираются забрать штурмовое оружие. Но кому нужно штурмовое оружие? Вроде на самом деле, если только вы не совершаете нападение. С ним нельзя охотиться. Кто нападет на твой дом каждый раз, когда я использую социальные сети? У меня действительно возникают проблемы. Я думаю, что Джордж Клуни сказал это лучше всего, когда сказал, что нужно быть идиотом, чтобы стать знаменитостью и использовать твиттер. Ты просыпаешься утром, когда ты тресл, и твоя карьера окончена. Вы должны быть очень-очень осторожны. Вы думаете, что вы гений, посреди ночи, а просыпаетесь идиотом. Я отказался от «Свидетеля» 1985. И это было здорово, потому что у меня никогда не было романа с девушкой Анишей. О работе с Робертом Де Ниро над «Граджмыч» 2013. Поначалу он был гораздо более бесстрашным актером. Я играю Рокки 1976, а следующий театр – «Таксист» 1976. Он был там с ирокезов, с кровавым носом, на что требовалось немного смелости. Я действительно восхищаюсь тем, что он просто хочет продолжать. Было здорово работать с Бобби, потому что он полная противоположность того, кем я являюсь. Он скромный, тихий, сдержанный, и я многому у него научился. Совет актерам, которые тренируются играть боксеров в музыкальной версии Рокки 1976. Труднее всего продать удар. Вы можете научить парня бить кулаком, но человек, получающий удар, должен двигать своим телом. Он начинается со ступней, поворота лодыжек, коленей и бедер, а затем идет голова. Если вы просто наносите удары руками, это выглядит как махать руками. О кастинге «Неудержимых 3» 2014. И, возможно, в будущих фильмах «Неудержимые» я собирался позвонить Джеку Николсону. И мы только что приехали слишком поздно, потому что на самом деле он сказал, что может быть этим заинтересован. Так что есть еще интересные возможности. Я хочу получить, если возможно, самых уникальных актеров из прошлого и просто выставить их там раз и навсегда, понимаете? Это просто кажется интересным квестом, потому что я не знаю, повторится ли это когда-нибудь снова. И уж точно не молодеем. Но ты же знаешь, что Клинт Иствуд так увлечен своим делом, что это своего рода неизбыточная мечта. О «Неудержимых 3» 2014, мы пытаемся снять фильм о событии, например, «Мстители» 2012. И я думаю, что мы этого добились. Люди думают, что Ситвилл сделать легко. Это не так, потому что вы потеряли элемент неожиданности. Как можно продолжать накладывать слои, не становясь слишком претенциозной, не слишком стараясь, знаете, когда сомневаетесь, кричите. О «Неудержимых 3» 2014, думаю, мы наконец поняли это в третьей части, вроде как брак. Стивен Сигал сказал, что он не ассоциировался с таким элементом, имея в виду меня. Поэтому я прижал его к стене. В то время наш тестостерон работал на полную мощность. Он был полон своего роста, а я был полон себя. Но мы помирились. Он может быть очень абстрактным. И то, и другое, я артистичный бизнесмен. Я думаю, что так и должно быть. Это вопрос самосохранения. Меня вывели с улиц и посадили в лимузины, а затем вычистили и выставили на продажу плакатов и рекламу спортивного инвентаря и тому подобное. Он просто продолжал строить и строить. Я думал, что всем нравлюсь. Это то, что нужно сделать. Успех подобен реактивному потоку. Это просто засасывает тебя. О персонаже Рокки это странно? Я не знаю, впервые ли это в кино. Но это похоже на то, что я должен соответствовать этике вымышленного персонажа. Идентификация настолько близка, что мне пришлось бросить курить, потому что люди были так обижены. Они говорили, «Ты не тренируешься. Рокки не стал бы курить. Сейчас это так увлекательно. Я был так вознагражден этим персонажем. Я не могу укусить руку, которая меня кормит. Это факт жизни. Это то, против чего меня всегда будут судить. Каждый фильм, который я снимаю, будет оцениваться против Рокки 1976. Это факт. Я не могу больше с этим бороться». О том, кто запугал его на церемонии вручения Оскара в 1976 году на самом деле первым, с кем я разговаривал, был Джон Уэйн. «Я никого не знал, поэтому я был как бы в углу, чувствую себя очень неловко. Он подошел и сказал, я хотел бы представиться. Меня зовут Джон Уэйн. Я сказал, я немного узнал тебя. Он был таким скромным и говорит, добро пожаловать в индустрию. Я видел ваш фильм, и вы были очень хороши. У меня перехватило дыхание, но после этого я расслабился, думая, что просто собираюсь сесть и насладиться шоу. О «Войне-2011», боже мой, я подумал, что это потрясающе. Мне казалось, что я точно знаю, что чувствуют эти парни по ночам. Невероятная самоотдача. Джоэл Эдгертон, это были настоящие выступления. Я думаю, что это был просто боевой фильм. Но то, что сделали Том Харди, Джоэл Эдгертон и Ник Нолти, было фантастической игрой. Я был поражен тем, насколько они хороши. Я думаю, если бы люди видели его в контексте Каина и Авеля, это могло бы быть воспринято скорее как поучительное повествование, а не просто фильм драка. О режиссуре «Рокки-2» 1979. Я не хотел этого делать, Джон проделал большую работу и получил оскор. Случилось то, что он не совсем согласился с предметом обсуждения второго и просто сказал, я не хочу этого делать. Тогда продюсеры сказали, почему бы вам не снять это? Я сказал, отлично использовать меня. Это была авантюра Ирвина Винклера и Боба Чартофа. Вы написали это, вы это понимаете. Почему бы не направить его? Они дали мне наглость сделать это. «Райская аллея» 1978. Еще не вышло. Я начал снимать «Рокки-2» 1979 и решил работать в обратном направлении, сначала сделал бой. Так что я режиссируем это и мы переезжаем в Филадельфию. И я нервничаю, потому что, как я могу приблизиться к «Рокке» как режиссер, но я пытаюсь. Выходит «Парадайз Элли» 1978 и я хожу посмотреть его во время обеда и в театре четыре человека. Четверо. В Филадельфии из всех мест. Я сказал, боже мой, мне пришлось вернуться на съемочную площадку. Для «Парадайз Элли» это не сработало так плохо, но моя уверенность была на рекордно низком уровне в тот день, и я должен был сказать себе просто продолжая бить. А «Найт Хокс» 1981, да я помню «Найт Хокс». Опять же, фильм, который не нашел аудитории, но я думал, что Рубер Хауэр был невероятным. Может быть дело в том, что городской терроризм тогда не воспринимался как серьезная угроза, и они говорили, но это так надумано. Но мне этот фильм очень понравился. Это был тяжелый фильм, снимали ночей около 40 подряд. Съемка соответствовала названию. О том, что слишком сильно себя заставляет в тренажерном зале это произошло прямо перед «Коупленд» 1997. Я зашел слишком далеко, и у меня было прерывистое сердцебиение. Я сказал, может, мне стоит снять фильм о том, что я могу каждое утро есть блины и французские тосты и не сидеть на беговой дорожке часами в день. Это был «Коупленд» 1997. Я прекрасно провел время, работая с Джимом Монгольдом, Данирой Кетелем и Реем Лиотой. Это было такое благословение, и мне это очень понравилось. Если бы я мог остаться там, я бы остался. Мне нравилось работать в ансамбле с Монгольдом, и Харви Вайнштейн действительно снял хороший фильм. Крейт 2015 оставил у меня такое же хорошее чувство о том, если статус героя действия повредит актерским возможностям, безусловно. Я думаю, что существует предвзятое мнение, что боевик – это бессмысленное упражнение на визуальную ловкость. Довольно часто они правы. Но когда вы делаете это правильно, скажем, как идентификация Борна 2002, это действительно интригует, не так ли? Вы можете комбинировать различные наборы навыков, актерское мастерство, визуальную и кинетическую энергию. Но это случается не очень часто, и когда вы слышите слово действие, вы говорите, хорошо, парень действительно не может действовать. Все, что он может делать, это быть очень-очень физическим. В некотором смысле вы считаются скорее пустым сосудом. Я понимаю, что это просто связано с селом-территорией, и если вы останетесь слишком долго, это станет вашим эпитетом. Лучшее в старении это. Ничего, в старении нет ничего хорошего. Премия «Золотой глобус-2016». Благодарственная речь. Я хочу поблагодарить моего воображаемого друга Рокки Бальбоа за то, что он был моим лучшим другом. Я люблю Дональда Трампа. Он отличный диккенсовский персонаж. Если вы понимаете, о чем я. Есть определенные люди, такие как Арнольд, Бэй Прук, которые важнее жизни. Но я не знаю, как это влияет на управление миром. Я всегда думал о Рокке как о человеке, который был выбран для путешествия, которое объединит множество сломленных людей, включая его самого, и эта группа добьется успеха благодаря их вновь обретенному самоуважению. Старомодные христианские ценности, ничего плохого в этом нет. Судья Дредд, 1995. Насколько я помню, весь проект был проблемным с самого начала. Философия фильма не была высечена на камне, я имею в виду, будет ли это серьезная драма или с комическим подтекстом, как в других научно-фантастических фильмах, которые имели успех. Так что многие кусочки просто не подходили гладко. Это было похоже на пернатую рыбу. Некоторые работы по дизайну были фантастическими, а декорации были невероятно реальными, даже стояли в двух футах от них, но общения просто не было. Я знал, что нас ждет долгая съемка, когда по непонятной причине Дэнни Кэннон, который был невысокого роста, спрыгнул со своего режиссерского кресла и крикнул всем в пределах слышимости, бойся меня. Все должны бояться меня. Затем вскочил на стул, как ни в чем не бывало. Британский экипаж делал ставки на его продолжительность жизни. На вопрос, сыграет ли он когда-нибудь злодея, я бы не возражал против того, чтобы сыграть по-настоящему ужасного человека. Видит Бог, я видел достаточно этого, когда рос. Дело в том, будь он кровожадным, разрывающим плоть, сыном типа Сэма или более психологическим садистом, я определенно выбрал бы последнее. Может быть, ремейк, когда Гарри победил Салли. О написании споров, прежде всего, что касается Чака Вепнера. Он знает правду, и это не имеет ничего общего с его личной жизнью. Я даже сожалею о том, что он и Рокки 1976 связаны друг с другом, потому что эти два человека не могут быть более разнообразными. Во-вторых, я полагаю, что Джеймс Кэмерон прав, но в его первоначальном черновике требовалось около 30-40 страниц, чтобы инициировать какое-либо действие, и Рэмбо был партнером технического помощника. Так что в сценарий было вложено больше, чем просто политика. Была и более простая сюжетная линия. Если Джеймс Кэмерон говорит что-то большее, то он понимает, что теперь делает то же самое. Пилу Азбек окончил Датскую национальную школу исполнительских искусств в 2008 году. В том же году он сыграл ведущую роль в драме Нильса Ордена «Оплёва. Разрозненные миры». В 2010 году он совершил прорыв в роли заключенного Руне в тюремной драме Ленгхальма и Нойре-Эр, за которую он получил приз за лучшую мужскую роль на премии Датской ассоциации критиков «Модилл» и на церемонии вручения премии Датской киноакадемии «Роберт». Кроме того, за этот спектакль он был отмечен как падающая звезда на Берлинале в 2011 году. Эта честь удостоена 10 европейских актёров. Кроме того, в течение трёх лет он снимался в получившем премию Бафта телесериале «Барген» в роли Каспера Югула, политехнолог для Датского премьер-министра. В последующие годы Пилуу сыграл ведущую роль в фильмах Тобиаса Лендхальма «Угон самолёта» и «Война». «Война» была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» в 2015 году. В 2014 году Пилуу снял Люси Люка Бессона с Скарлетт Йоханссон и Морганом Фриманом в главных ролях. А в этом году он сыграл Контия Пилата в «Бенгур» Тимура Бекмамбетова. В 2017 году он снова сыграл со Скарлетт Йоханссон в «Призраке» в доспехах Руперта Сандера в роли Бату. Пилуу сыграл Эурона Гриджоя в шестом и седьмом сезонах знаменитого сериала HBO «Игра престолов». Краткая биография IMDb автор «Арт-менеджмент Интересные факты 4.2011» признан одним из падающих звезд европейского кино по версии European Film по Моушен. На прослушивании для Эурона Гриджоя в «Игре престолов-2011» он импровизировал вторую из двух сцен. Его электронная почта не сработала, поэтому он получил только первую сцену. Никогда раньше он не был так не подготовлен к прослушиванию, сказал он сам. Сын Марии Тонн и Якоба Азбека. Его родители управляют галереей Галера и АСБ Кей в Копенгагине. Его отец датчанин из Хамиля Дания. Его мать родилась в Касабланке, Марокко, датского и французского происхождения. Имя Пилау это французское слово, означающее флиз, ткань. Личные цитаты 56, когда смотришь вдохновляющие меня фильмы 60-70-х годов. Дело не в спеце-эффектах, а в сюжете это о персонажах и отношениях. Если бы это было на мое усмотрение, мы бы исключили крупные планы и красивый свет и звук, потому что мы хотим вернуться к основам. Самое захватывающее в присоединении к Игре Престолов это присоединение к Игре Престолов. Я думаю, если вы только что сняли фильм, в котором говорится, это антивоенный, и вам пришлось бы потратить два часа, объясняя это. Вы не любите войну? Вау, это оригинально. Знаешь, что я имею в виду? Раньше я читал обзоры, я читал много отзывов, когда делал Барген, но дело в том, что люди были настолько резкими, что я поговорил об этом со своей женой, и я сказал, что это слишком сложно, люди слишком личные и слишком идиотские, чтобы понять это, на мой взгляд. В одночасье я стал общественным деятелем. Я вообще не религиозный парень. Угадай, что? Люди сложны. Я смотрел Евровидение, и мне вообще нравится шоу. Мне нравятся ветряные машины. Мне нравится вся эта штука с мерцанием и гламуром. Это Евровидение. Мы любим это ненавидеть. Я думаю, что образец для подражания, это человек, который говорит, вот кто я. Я в первую очередь отец. В похищении персонажей, люди с низким статусом. Я полгода ходила в театр. Я никогда не считал ничего, что написано обо мне. Я актер. 99,9% всех действующих лиц в мире отрицали отношение к военным. У меня совсем нет амбиций. У меня нет, серьезно. Я хочу быть хорошим отцом. Я хочу быть хорошим мужем. Я хочу быть хорошим сыном, хорошим братом, хорошим членом семьи. У меня нет никаких амбиций снять фильм или написать пьесу. Мне нравится играть. Евровидение – это вечеринка. Я никогда не говорил нет вечеринкам, поэтому я не говорю нет. Как актер, вы хотите, чтобы роли были полны мяса. Я хочу продолжать раздвигать эти границы актерского мастерства. Было очень весело участвовать в сериале, фанатом которого я был уже 5 лет. Я смотрел его каждый понедельник с женой. Это было похоже на ритуал, каждый понедельник вечером на канале HBO Nordic мы вместе смотрели «Игру престолов». Я не знаю, весь главный герой, я на это не куплюсь. Я не прирожденный лидер. Если вы видите меня в комнате, я тот парень, который прячется в углу. Я не альфа-самец. Думаю, у всех интересных персонажей есть какой-то комплекс. Фильмы приходят и уходят. Семьи остаются. Я люблю людей, которые выходят и говорят, если кино – это бог, то я папа. Как актер, работающий с такими людьми, чем старше вы становитесь, тем больше вы это цените. Трамп начинает с того, что говорит. Нам нужно строить стены, нам нужно это сделать. Он очень напыщенен в том, что говорит, и в своем подходе к миру. В моем сознании я все еще думаю и хочу стать журналистом или писателем. Это была работа моей мечты всю мою жизнь. Как частное лицо, я может быть больше евровидения, чем Каспер Юил. Этот парень из Симпсонов, я люблю садовника Вилли. В Эйхай Джеканья не разговаривал ни с кем, кто был угнан, но в Эйвор я поговорил с как можно большим количеством солдат, пытаясь понять, как обстоят дела в Афганистане. Главный герой не всегда оспаривая заявление Карла Уэзерса о том, что в матче без правил между ним и другими звездами бокса из Рокки, снял фильмы, и он сказал, что это будут мистер Те Он, Дольф Лундгран и Сталлона. Прежде всего, мой брат Фрэнк имел обыкновение сразиться с Карлом и гонить его по рингу, как лису, убегающую от гончей. Я видел, как Дольф Лундгран поднял Карла и толкнул его на три фута в угол, когда я руководил сценой между ними. Вместо того, чтобы отомстить, Карл вышел с ринга и сказал что-то свирепое, вроде, я звоню своему агенту. Я ухожу. И так, в порядке боксерского мастерства и боевых способностей, я бы назвал Дольфа Лундграна, себя, мистера Те, Поли, а затем Аполл Крид. Если бы он снял фильм над вершиной, 1987, я бы сделал его менее глянцевым и, например, поместил бы в городскую среду. Далее, я бы не использовал нескончаемый поток рок-песен, а вместо этого написал бы музыку и, скорее всего, сделал бы мероприятие в Вегасе более зловещим, не таким карнавальным. А привидений в форму для Рэмбо? Первая кровь. 1982, слухи о сожженных тостах ложных. Я ел, наверное, 10-12 яиц в день и ел только рыбу, поэтому мое тело стало до смешного худым. Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы определенно добавил в эту формулу немного старой доброй пасты, потому что строгая белковая диета не дает тепла, и позвольте мне пояснить, что это был один холодный и жестокий прием. Я рос не очень уверенно. У меня была масса неуверенности в себе, и я тоже не был физически сильным, поэтому мир казался чрезвычайно большой и устрашающей сферой. Всю свою жизнь я всегда думал, что был одинок в этих тревожных мыслях, но чем старше я становился, тем больше я осознавал, что мир состоит из жертв, жертв суровой реальности, жертв неравенства. Я думал, что самое трагичное, с чем можно столкнуться, это перспектива одиночества, а во-вторых, отсутствие возможности доказать свою значимость. Так что Рокки был просто воплощением всех неудачников, которые мечтают однажды получить возможность достичь звезд. Они могут не попасть туда, но, по крайней мере, возможность показать, что у человека на сердце главная цель. О сцене в душе с Шерон Стоун в «Специалисте» «1994». Да будет известно, я не хотел сниматься в этой сцене, потому что Шерон не сотрудничала. Мы добираемся до съемочной площадки, и она решает не снимать халат. Режиссер просит остаться лишь нескольких человек, а она все равно не снимает. Я пообещал ей, что не позволю себе вольности, так в чем проблема. Она сказала, мне просто надоело нагота. Я спросил ее, может ли она надоест на чужом фильме. У нее не было ничего из этого, поэтому я спустился к своему трейлеру, принес бутылку водки Black Death, которую мне дал Майкл Дуглас, и после полдюжины рюмок мы были мокрыми и дикими. Если бы он когда-нибудь воссоединился с Куртом Расселом, нет, шанса на это очень малы. Идея интригующая, но может показаться немного устаревшей, как два старых чревовещателя, пытающихся сыграть главных героев. Но спасибо за предложение, потому что я отлично провел время в этом фильме. Курт отлично справился с некоторыми из этих сцен, как и профессионал, которым он является. Если будет выпущена режиссерская версия Клифф Хенджера 1993, нет, на самом деле режиссерская версия была встречена на просмотре с большим неодобрением и получила тревожно низкие оценки. В основном потому, что трюки были до абсурда раздутыми. Например, средний мужчина может перепрыгнуть через ущелье, может быть 12 футов, а трюки заставили меня прыгнуть, может быть, на 300 футов или больше, поэтому такие ситуации нужно было смягчить. И тогда они были довольно экстремальными. Так что вы, наверное, лучше с этим разрезом. Кстати, съемочная группа второго подразделения, снимавшая большую часть действия, была выдающейся. Если его смущают его ранние фильмы, нет, в ранних фильмах, я должен признать, мне нравилось смотреть их, только потому, что они были совершенно беззаботными и лишенными каких-либо актерских уловок кинозвезд. Просто потому, что я их не знал. Так что интересно смотреть естественное выступление без какого-либо эгоизма. Мне особенно понравилось работать над Капони 1975, потому что это было похоже на глупого, умственно отсталого двоюродного брата крестного отца 1972. О Бёрджесе Мередит. Я помню, как Бёрджес играл со мной сцену в квартире в первом фильме Рокки 1976, и я никогда не видел такого великолепного персонажа вблизи. Он просто пожирал меня живьем со своей интенсивностью и нюансами. Я спросил его, как ему это удалось, и он ответил, потому что я лучше притворщик, чем вы. Я сказал притворяться, и он сказал, да, актерство это просто детская игра, в которую играют взрослые. Обычно побеждает самый большой ребенок. Так что с того дня я старался специализироваться на том, чтобы быть очень незрелым. Я люблю Джо Спиннелла, считаю его своим близким другом и готов для него все на свете. Мы познакомились, когда у меня была одна или две строчки в «Прощай, моя любовь» 1975. Он был действительно единственным в своем роде, но на съемках ночных истребов 1981. У него были очень серьезные личные проблемы, и он отдалился. Примерно в то же время умерла и его мать, которую он вед для и Джо никогда не был прежним. Интервью 1980 года с Роджером Эбертом невероятно сложно руководить собой в боксерских сценах. Вы получаете полный отстой и одновременно пытаетесь думать о размещении камеры. И еще кое-что в «Роке Ай-яй-яй-яй-1982» темп придется ускорить. Он не должен длиться более 90 минут. В первых двух фильмах Рокки диктовал свой темп. На этот раз, как и в случае с любым чемпионом в тяжелом весе, его темп диктуется людьми вокруг него, и у нас будет много действий, и мы будем консервативны с диалогами. А также я надеюсь, что выйду целым. В «Роке Ай-яй-яй-1979» у меня порвалась грудная мышца, меня побили изнутри. Мне пришлось сделать операцию, чтобы соединить все вместе. Мундштук спас мои зубы. Для этого мне в основном нужен мундштук для всего моего тела. На «Райской аллее» 1978 редактируется заново «Я никогда не прощу себя за то, как позволил себе манипулировать собой во время монтажа этого фильма». Там было много сцен, чтобы придать атмосферу и характер, и они хотели, чтобы они вышли, чтобы ускорить процесс. В общей сложности они удалили 40 сцен. Я вставил 10 из них обратно для версии, показанной по телевидению. Например, весь эпизод «Солдата без ног», сидящего в баре и поедающего арахис. Наиболее успешное искусство отражает точные идеи зрителя, независимо от того, знает это, конечно, зритель. Живописные картины – это картины, которые вдохновляют людей говорить «Эй, это то, что я чувствую, это цвета, которые я вижу во сне». От этого зависит даже абстрактное искусство. Если разобраться, Рокки, 1976, сказал пятилетнему ребенку то же самое, что и взрослым. В этом не было ничего сложного. О трюках обычно они показывают вам двойника, принимающего удар, а затем врезаются в лицо актера крупным планом. Это настолько фальшиво, что вы можете почувствовать это в эпизоде «Канатные дороги» в ночных ястребах. 1981, например, так фальшиво показывать каскадера, висящего на тросе, а затем прорезать внутреннюю часть машины, а это я иду в окно. Вы должны сделать это на одном голом кадре, чтобы аудитория могла увидеть актера. Действительно делает это. Интервью 1980 года с Роджером Эбертом «Если у меня хватит смелости, если у меня хватит смелости, Рокки должен умереть в конце третьего фильма». Изначально я думал в более грандиозных терминах. Колизей и все такое, но Рокки ай-яй-яй 1982 должен закончиться чем-то большим, чем дракой. Он должен закончиться полным циклом жизни Рокки. Как я себе представляю, после боя он едет домой в такси, подрев людей, скандирующих Рокки. Все еще в его ушах, и он просто падает замертво. Другими словами, он добился всего, что было возможно, и он умирает, когда он на вершине. Я не думаю, что люди хотят видеть Рокки, когда ему 80. Я не знаю, могу ли я я пойду с этим финалом, и он умрет. Но я знаю, что мне придется снимать его. Я должен буду снимать его для себя, независимо от того, использую я его или нет. Интервью 1980 года с Роджером Эбертом, когда я нахожусь в каком-либо месте, я выбираю ресторан, который находится рядом и уединенный, и ем там всю еду. Стол, за которым мы сидим, находится прямо над моей комнатой. Это все, что я хочу дальше. Когда я был ребенком, моя мама кормила меня бутербродами с картофельным пюре, бутербродами с брюссельской капустой, клетки моего мозга голодали из-за недостатка еды. Я буду есть все, что угодно. Я буду есть грязь. Теперь, работая с Джоном Хьюстоном, я закусываю губу, чтобы не давать советов. Есть заблуждение, что я не могу работать с другими режиссерами. С Хьюстоном он так увлечен. Он расслабляется. Вы даже не думаете, что он работает. Он такой плавный, но все время происходит инкубационный процесс. И он позволяет вам прийти к нему и внести свой вклад. Если ему не нравится ваше предложение, вы получите одно нет, и все. О выполнении трюков в ночных истребах. 1981 я рискую ради себя, сказал он. Я никогда в жизни не был так напуган, как когда я висел на вертолете. Я боюсь высоты, граничащего с манией. Мне однажды в жизни пришлось сделать что-то подобное. И вот я был 250 футов над эстривер. Ветер дул меня туда-сюда, и постоянная опасность, что если стальной трос ударится о что-то, он может разорваться пополам. Днем раньше, видите, парень спрыгнул с моста, над которым мы работали, мы все видели, как это произошло. Он ударился о воду и взорвался. Его тело раскололось на несколько частей, и течение было настолько быстрым, что это был мост 59 улицы, и они вытащили останки из воды 7 минут спустя на 20 Сент-Пирс. Я видел это и должен был подняться на следующий день. Внизу была пожарная лодка с двумя водолазами. Я совершил ошибку, назвав их спасателями. Мне объяснили, что они не были спасателями. Они были там, чтобы перейти внимательно присмотритесь. Вы увидите, что я держу нож на месте происшествия. Моя теория заключалась в том, что если я упаду, то я утону из-за троса, если я не смогу ослабить привязь. После того, как я увижу этого парня новости о фильме, Сильвестр Сталлоне подтвердил, что не будет появляться в Крыт. Ай-я-яй, в начале марта было объявлено, что Майкл Б. Джордан, звезда боксерской франшизы Крыт, дебютирует в качестве режиссера с третьей частью, которую планируется выпустить в ноябре 2022 года. Сталлоне, который исполнил свою роль Рокки Бальбоа в двух предыдущих фильмах, заявил, что не вернется в Крыт, ай-я-яй, когда недавно ответил на комментарии в инстаграм. Есть ли шанс накрыть три? Спросил пользователь, на что звезда действия ответила, это будет сделано, но меня в этом не будет. Продолжайте бить. Его представитель подтвердил эту новость The Hollywood Report, но не предоставил никакой дополнительной информации. Сталлоне впервые сыграл своего культового персонажа в фильме 1976 года Рокки, который он также написал, а затем снялся в пяти сиквелах и появился во франшизе спин-офф Крыт в качестве наставника главного героя Джордана Адониса Донни Крида. Он получил номинацию на премию Оскар за лучшую мужскую роль второго плана за свою роль в Крыт 2015 года и последний раз играл Бальбоа в Крыт Ай-Яй 2018 года. Крыт Ай-Яй станет первым фильмом из восьми фильмов серии Рокки, в котором не будет Сталлона, снявшего четыре части. Недавно он объявил о пересмотре своего фильма 1985 года Рокки и В, объяснив в социальных сетях, что он никогда не был удовлетворен оригинальной версией фильма и был благодарен за возможность вернуться и воплотить свое видение. Действие разворачивается спустя 20 лет после эпической боя, в которой супергерой уничтожил суперзлодея. Правда, после схватки герой теряется без новости. Через два десятилетия парнишка с Акраины знакомится со стариком, живущим в доме против. Вскоре паренек понимает, что стареющий мужчина, тот самый-самый пропавший супергерой, а фактор его исчезновения как оказалось по-настоящему шокирующий. Жизнеописание актеров Сильвестр Сталлоне атлетически закрытый темноволосый южноамериканский артист, сценарист, режиссер, продюсер. Поклонники кино по всему миру стекались, чтобы поглядеть киноленты Сталлоне уже наиболее 40 лет, что сделало Хитрова одним из крупнейших кассовых сборов Голливуда. Сильвестр Сталлоне родился 6 июля 1946 года в грозной адской кухне Нью-Йорка в семье астролога Джеки Сталлоне, урожденная Лабафиш, и косметолога и парикмахера Фрэнка Сталлоне. Его отец был итальянским иммигрантом, а имущество его мамы на одну вторую французская, из Британии, на одну вторую немка. Молодой Сталлоне обучался в Американском Институте Швейцарии и Университете Майами, получив в результате ступень Бакалавра Искусств. Ступень, первоначально он бился за малые роли в таковых фильмах, как Мягенький Итальянский Жеребец в 1970 Триллер Клуб в 1970 главном и Комедия Бананы в 1970 главном. Он сделал разрешающий интервал в карьере совместно с иным юным артистом Генри Винклером, разделив счет за ключевую роль в отлично написанном кинофильме о подростковых бандах Побелители Флетбуша в 1974 Затем последовали и остальные роли в кино и на телевидении, большая часть из которых была в кислых постановках, за исключением способности проиграть кровожадного гонщика по имени пулеметчик Джо Ветерба в Смертельной Гонке 2000 продюсированной Роджером Корманом в 1975 Тем не наименее Сталлонов там Жодефи желал, чтоб его признали сценаристом, а не элементарно артистом и воодушевленный боем Мухаммеда Али и Чака Векнера в 1975 году в Кливленде Сталлонов написал сценарий кинофильма о никчемном бойце, получившем миллион к одной способности Кинуть вызов титулу в супертяжелом весе Рокки в 1976 стал легендой кинематографа он был отмечен 10 номинациями на премию Оскар выиграл премию за наилучший кинофильм в 1976 году и положил правило одному из самых финансово удачных телесериалов в летописи Хотя Сталлонов вполне заслужен его должным образом поддержала потрясающая забава со стороны остальных артистов Талей Шайр Бёрджес Мередит и Берта Янга а режиссер Джон Д Агильсон придал кинофильму эмоциональную земную притягательность от истока до конца Сталлонов правду предписаниях хлынули из разных студий стремящихся заполучить самую горячую новейшую звезду Голливуда Сталлоне последовал за Рокки 1976 Сэв А.С.Т 1978 Основанный на жизни шефа-водителей грузовиков Джимми Хоффа и Райская аллея 1978 Перед тем как опять натянуть боксерские перчатки чтобы вдохнуть жизнь Рокки Бальбоа в продолжении Рокки А.Я.И. 1978 Второй вывод итальянского жеребца не был таковым массивным и удачным как первый Рокки но он все же изготовил мощные кассовые сборы и удачным субтитры субтитры и удачным